Сегодня речь пойдет о фильме немецко-польского производства, который был частично основан на мемуарах в кавычках некой анонимной женщины, имя которой конечно же уже всем давно известно. Об этом мы тоже поговорим. Дабы излишне не затягивать, предлагаю перейти сразу к делу. Итак, фильм «Безымянная. Одна женщина в Берлине». Итак, данный фильм основан на мемуарах некой анонимной женщины, которая вела свой дневник, будучи в Берлине в 1945 году. Период, когда Красная Армия штурмом заняла город. Она находилась в эпицентре событий и в подробностях описывала, как женщины всех возрастов от 15 до 60 лет, в том числе и она, были неоднократно изнасилованы советскими солдатами. И чтобы как-то себя избавить от этих истязаний, женщины были вынуждены брать себе в защитники солдат Красной Армии. Проще говоря, подкладываться под одного солдата, дабы конкретную женщину насиловал только один солдат, а не каждый, кто хотел. А насиловали, как мы позже выясним, все, вообще каждый. Впервые данные мемуары были опубликованы в 1954 году в Соединенных Штатах на английском языке и в 1959 на немецком, период Холодной войны. Ой, вот это совпадение! Опубликованы они были по желанию автора анонимно, при поддержке Курта Вальтера Керама, известного популяризатора археологических открытий, за авторством которого в 1949 году вышла книга «Боги, гробницы и ученые», которая стала мировым бестселлером и издается и по сей день, в частности и на русском языке. Мемуары анонимной женщины были изданы под названием «Женщина в Берлине» и были приняты достаточно критически, в связи с чем широкого распространения не получили. В чем же здесь подвох, спросите вы? Как выяснилось чуть позднее, автором этих мемуаров была некая Марта Хиллерс, которая в довоенный и военный период работала журналисткой, писала для газет и журналов, а также была ярой сторонницей идей Гитлера. То, что она состояла в национал-социалистической немецкой рабочей партии, факт не подтвержденный, но то, что она, так скажем, обслуживала данный режим, известно наверняка. Второе. Мемуары были опубликованы не в оригинальном виде, а свои правки в них внес и сам Курт Вальтер Керам. И это его не настоящее имя, а псевдоним. Настоящее же его имя Курт Вильгаль Морек. Взял он псевдоним, дабы дистанцироваться от своих первых работ. Ведь Морек это немецкий журналист, родом из Берлина, который во времена войны служил, внимание, в одном из специальных военных подразделений вермахта, задачей которых было осуществление пропагандистских действий в 1939-1945 годах. Известны они также как пропагандистские роты. Данные роты вели пропаганду среди немецкого населения в действующей армии и осуществляли пропаганду, направленную на врага. В 2003 году книга снова была переиздана. И снова как мемуары от анонимного автора Гансом Энзенцбергером, известным поэтом, переводчиком и редактором, который родился в небольшом немецком городке. Позднее его семья перебралась в Нюрнберг, где он вступил в Гитлер-Юген, ведь его родители были чиновниками Третьего Рейха. А соседом и близким другом их семьи был Юлиус Штрейхер, основатель газеты Der Stürmer, которая специализировалась на разжигании ненависти к евреям, католикам, коммунистам и другим. В 2003 году книга стала популярной и получила свое признание именно в этом году. Йенс Биски, немецкий журналист и литературный редактор, провел свое небольшое расследование и выяснил, кто же является этим анонимным автором. После того, как на поверхность всплыли все подробности, многие потребовали предъявить подлинник дневника. Но Энзенцберг, который обладал авторскими правами, резко осудил комментарии Биски и отказался публиковать подлинник, ссылаясь на то, что это все личная жизнь автора. И она была против такой огласки. Позднее, в 2005 году, книга была снова переиздана. А в 2008 году режиссер Макс Фербербёк взял ее за основу и снял фильм, который позиционировался не просто как художественный, но и военно-исторический. Достоверность первоисточника, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, верно? Но и режиссер тоже постарался. И приплел к сюжету своего фильма еще парочку мифов, рожденных немецкой пропагандой. Но об этом мы поговорим далее. Фильм берет свое начало в апреле 45-го года в Берлине, который на данный момент находится в кольце, но все еще отчаянно сопротивляется, что никак не мешает Красной Армии успешно продвигаться вперед. И тут нас знакомят с главной героиней, от чьего лица и ведется данный рассказ. Она как раз находится в Берлине. Я была журналисткой и посетила 12 стран. Я жила в Москве, Париже и Лондоне. Париже и Лондоне мне нравилось. Ну действительно, как же в Москве тебе могло понравиться? Сразу вот чувствуется беспристрастность автора и желание объективно подавать информацию. И да, жаль, что ты не побывала в Лондоне еще раз. Например, во время лондонского Блица. Лучше всего с 7 по 8 сентября. Когда за сутки Люфтваффе, которых ты так восхваляла в своих ранних статьях, сбросили на город свыше тысячи тонн снарядов. И город принял примерно такой же пейзаж, в котором ты сейчас находишься. И параллельно славные немецкие летчики убили более четырех сотен мирных жителей. После этого нас переносят на несколько лет назад. В светлое прошлое. Моё имя не имеет значения. Я просто одна из многих, которые с восхищением верили в будущее нашей страны. Когда смотришь этот фильм или читаешь так называемые мемуары, с которыми я тоже ознакомился, становится отчетливо понятно, кто над ними работал. Пропаганда в этом фильме выстроена действительно очень тонко и филигранно. Поэтому неудивительно, что на неё даже у нас многие повелись. Вот в этом моменте они преподносят всё в таких тонах, мол, мы верили в светлые идеи будущего. И ни разу за весь фильм вы не найдёте ни одного момента, где будет указано на то, что идеи были, мягко сказать, не очень хорошими. Да, естественно, все немцы предстают в образе интеллигенции. Вот даже этот солдат. Пока они очнутся, мы уже будем стучать с двери Москвы. Извините за надлый, но это война. Смотришь на него и думаешь, да, он шёл на войну ради светлой идеи. И единственная проблема, с которой столкнулись немцы, это необразованные быдло русские, которые, суки такие, не сдались, а решили дать отпор. Русские в этом фильме злые и плохие, но никак не немцы, которые всего-то навсего хотели завоевать весь мир, половину населения уничтожить, а вторую половину обратить в рабов. Далее нас снова слегка переносят по времени вперёд. Как раз в тот период, когда немецкая армия устраивала геноцид на захваченных территориях. А тем временем женщины в Германии сидели и мирно рассуждали на разные темы. И опять же, я подчеркну, всех немцев здесь показывают только как интеллигенцию высшего уровня. Ну вы помните, да, исключительная нация. И сразу же идёт сопоставление радужного прошлого и ужасающего настоящего. Период бомбардировок Берлина. Немецкие части отступают, а Красная Армия идёт в наступление. И авторы намеренно акцентируют внимание на убитых мирных жителях. Мол, посмотрите на этих русских, это они их убили. А как вы думаете, какая основная претензия в этом фильме к немецким солдатам? Внимание, это тоже немаловажно. Единственная претензия к немецким солдатам, это то, что они рано сдались. И не смогли защитить бедных женщин и детей от наступающих русских. Причём опять же, стоит отдать должное, выстроено это очень тонко. В лоб этого никто не говорит. Но к этому мы ещё вернёмся. Начинается бомбардировка, и все жители направляются в бомбоубежище. Причём посмотрите, какие эти немцы. Вот женщина, несмотря на бомбардировку, спасают какие-то книги. Да вообще, когда мы оказываемся в бомбоубежище, в нём сидит сплошь интеллигенция, в чистенькой одежде. И кто же среди них? Это были библиотекари. Иногда они говорят по-французски. А это два аптекаря. Её муж однажды избавил Гиндербурга от головной боли. Это тоже очень тонко. Понимаете, раньше было хорошо. А вот сейчас плохо. Раньше, при Гиндербурге, который был главнокомандующим на Восточном фронте против России во времена Первой мировой. А потом, чуть позднее, в 1933 году, пожимал руку Гитлеру. Это было символическое рукопожатие, означающее, что прусская армия принимает постулаты нацизма. Ну а до этого, лично он назначил Гитлера рейс-канцлером. В общем, хороший был мужик. Вся интеллигенция Германии, которая так удачно собралась в одном бомбоубежище, слышит, что по улице уже двигаются советские танки. А что это значит? Правильно, нужно срочно прятать детей. Нет, не от бомбежки. Просто сейчас же придут русские. А русские насилуют всех. Ну, в первую очередь, конечно же, детей. Но перед этим, конечно же, нужно продемонстрировать, насколько советская армия была немощной. Основные немецкие соединения отступили. Остались только какие-то отчаянные одиночки. Но даже они, в составе пяти человек, без труда выкосили, наверное, полсотни советских солдат. Ведь, как известно, русские не умели воевать, а победили только за счет того, что завалили противника бесчисленным количеством человеческого ресурса. Здесь на экране появляется и единственный нормальный советский солдат, а вернее офицер. Ну, как нормальный? Он, конечно же, тоже ублюдок. Просто на фоне всех остальных, он не таким уж и плохим получается. Создатели это поняли, поэтому обязательно должна была последовать вот эта сцена. Ну, вы понимаете, бедные немцы сдавались, а этот ублюдок их без суда и следствия расстрелял. Как известно, русские никого в плен не брали, а на месте всех всегда расстреливали, даже мирных жителей. Потом разделывали трупы на части и отправляли на родину. Вот именно так питались жители СССР в период войны. Далее майор связывается с начальством, и ему дают приказ закрепиться на этих позициях, чем он и его подчиненные крайне недовольны. Но ведь был приказ идти до правительственного квартала! Нет, не остановимся! Гон, черта! Бома говорит так! Это приказ! Это тоже весьма тонкая и незаметная на первый взгляд деталь. Советские солдаты здесь демонстрируются, как люди одержимые победой, и готовые на всё ради того, чтобы взять рейстаг. И как бы не поспоришь, да, так и было. Но только не потому, что они были одержимы жаждой порабощения мира, как это здесь преподносится. Они просто хотели быстрее закончить войну и вернуться домой к своей семье. Это разные вещи. Но здесь создатели проводят очень тонкую параллель между русскими и немцами. Вернее сказать, ставят между ними знак равенства. Это не единственный пример, далее будет ещё. Понимаете, насколько это хитро? При такой подаче советский солдат уже не выглядит героем, а выглядит как тот же солдат вермахта, только воюющий не за идею нацизма, а за идею коммунизма. То есть коммунизм равно нацизм. И это был не подвиг советского солдата, а лишь победа одного сумасшедшего диктатора над другим. И этой победы стоит стыдиться, ведь ничего хорошего в ней не было. Солдаты Красной Армии врываются в бомбоубежище, прямо как варвары. Хотя по сути ничего удивительного в этом нет. Мало ли кто там может быть. Главная героиня единственная из всех, кто знает русский. Что вы хотите? Русыч. Солдаты Красной Армии словно звери поманили бедных голодающих женщин едой. Греть капот. Война капут. Право. Женщина, иди, еда. Греть капот. Право. Пошли, пошли. И как только те вышли на улицу, все, подчеркиваю, все, солдаты как один начинают выкрикивать в их сторону разные мерзости. Словно они вообще никогда в жизни своей женщин не видели. Красотки, вон сюда. Получишь жрать, если будешь ласковый. Ласковый. Муж есть? Муж и двое детей. Все равно пойдешь. Никуда не денешься. Шмель. Быстро. Шмель. Ну и пока одни солдаты пока что только, так скажем, глазами насилуют женщин. Остальные, конечно же, занимаются мародерством. Я знаю их. Ласки, деревни, их вызывающие новостройки, которыми они так гордятся. Я так понимаю, ты имеешь в виду сталинские высотки. И это странно. Ведь совет министров СССР принял постановление о начале строительства в Москве многоэтажных зданий спустя два года после данных событий, то бишь в 47-м году. Видимо, она просто умеет заглядывать в будущее. Хотя, чего не придумаешь, лишь бы показать, что СССР – это злобная империя. Основной задачей которой было завоевание мира. Ну, прямо как у нацистов. Вы же помните, нацизм равно коммунизм. Ну и тут, наконец, в игру вступает то, на чем делает основной упор данный фильм. Изнасилование женщин с советскими солдатами. Причем насилуют, во-первых, все, а во-вторых, всех. И девочек-подростков, и стариков, вообще всех. Наши соотечественники в этот момент спасали собственную штуру. Девочка из Шлизии была легкой добычей. Как я и говорил, единственная претензия у авторов фильма и книги к немецким солдатам в том, что они рано сдались. И не смогли защитить бедных немецких женщин от красной сволочи, которая вероломно напала и захватила мирную Германию. Которая всего лишь исповедовала светлые идеи. И несла радость по всей планете. Особенно в окрестностях города Освенцим. Главной героине удалось спасти немецкую старуху из лап одержимого похотью. Советского солдата. Переключив внимание на себя. Зачем она тебе? Она тебя не хочет. А которые хотят грязной. Но так как русские совсем тупые, она заманила его в ловушку и побежала к майору. Эй! Ты куда? А ну стой! Стой, сука! Стой! В надежде получить защиту. Но она, видимо, забыла, что в Красной Армии служили исключительно ублюдки. Поэтому ее план, конечно же, провалился. Господин майор, вы знаете, что делают ваши люди? У нас мужики все здоровые. Здесь мы сделаем небольшую паузу и остановимся на том, на что на самом деле опирается произведение, по мотивам которого снят данный фильм. К моменту, когда происходят события в фильме, уже был издан приказ, согласно которому солдаты Красной Армии должны были более лояльно относиться как к пленным немецким солдатам, так и к мирному населению. Почему был издан данный приказ? Первое. Потому что преступления имели место быть. Но они не носили настолько массовый характер, как показано в этом фильме. Это были, скорее, частные случаи. За что еще до приказа военнослужащим, которые их совершали, полагалось жесткое наказание, вплоть до расстрела. Мало того, тех командиров, чьи подчиненные были замечены за пьянством, мародерством, насильническими действиями, не награждали и не присваивали им очередных званий. Поэтому командиры на местах были в первую очередь заинтересованы исключить подобные случаи. Второе. Выдергиванием частных случаев и их гиперболизацией в то время усиленно занималась немецкая пропаганда. Почему? Потому что немецкая армия была полностью деморализована и не способна вести хотя бы какие-то военные действия. Красная Армия разбивала немцев даже в тех местах, где они имели хорошо укрепленные позиции и даже численно превосходили русских. Поэтому пропаганда и навязывала немецким солдатам эти байки. Мол, если вы будете отступать, придут русские и будут насиловать ваших жен и детей. Все это впоследствии превращалось в городские легенды, которые гуляли даже далеко от линии фронта. А у страха, как говорится, глаза велики. Поэтому я не исключаю факт того, что все описанное автором в книге это просто пересказ одной из таких легенд, умело приукрашенный человеком, специализировавшимся на пропаганде. А вот в чем, в чем, а в этой самой пропаганде немцам не было равных. Следующий большой отрезок фильма посвящен тому, как главную героиню и всех вокруг насилуют. К ней сначала приходит один, потом второй, потом третий. Параллельно солдаты Красной Армии заходят и ко всем соседям, и к каким-то старухам, и к больным женщинам, ко всем. Даже один паренек, которому лет 16 на вид, живет с одной явно престарелой дамой. А когда вернулся ее муж, он отказался уходить. Ты должен уйти, понимаешь? Это мой муж. Мой супруг. Ты должен понимать. А мужу пришлось молча терпеть. Непонятно только, откуда вернулся этот муж, но это неважно. В один момент героиня решает, что хватит это терпеть, и идет просить защиты у двух офицеров, дабы ее насиловали только эти двое, а не все, кто захочет. Так и получается. С ней спит майор, когда майора нет, приходит офицер рангом пониже, но и взамен майор выставил охрану под ее дверью, дабы каждый желающий не мог зайти в их квартиру и их изнасиловать. Все это кажется каким-то бредом сумасшедшего, но я всего лишь пересказал отрывок фильма, даже от себя ничего не добавлял. Причем русских солдат, конечно же, показывают, как тупое необразованное стадо, противовес интеллигентным и культурным немцам. Исключительная нация, помним же, да? Далее сюжет фильма превращается в тянучку. И это тоже один из интересных приемов. Они таким образом вводят зрителя в рутину. А для женщин в этом фильме рутина это ежедневные изнасилования советскими солдатами. Иногда это доходит вообще до абсурда. Хотя то, что в этом фильме показывают и так абсурд, но некоторые моменты даже на этом фоне выделяются своей тупостью. В этом доме, помимо женщин, живет еще один молоденький фриц. В прямом смысле. Который хранит оружие. И так как, чтобы получить еду от русских, единственный вариант это подложиться под солдата, его любимая голодает. И однажды он решил ограбить склад с продуктами. Я принесу тебе поесть. Даже если это будет последнее, что я сделаю. Естественно, советские солдаты об этом узнали и устроили облаву. То есть вы понимаете, да? Солдаты забегают на обыск и тут же параллельно насилуют престарелых женщин. Достоверность, как и вообще адекватность авторов на высочайшем уровне. Ближе к концу фильма молодого немца убьет пьяный советский солдат, которого этот немец стрелял. Но это не важно, какая драма-то, посмотрите. Бедный маленький нацист. Он просто вместе с дедушкой Адольфом хотел завоевать мир. Как же его жаль. И это не пустые слова. Он на протяжении фильма несколько раз ратовал за идеи Гитлера. Примерно в середине фильма главная героиня встречает свою подружку. Ту, с которой она вела беседы в начале. И один из первых вопросов, который она ей задает, звучит так. Сколько? Четыре раза. А ты? Пойдем, пойдем. Речь идет опять же об изнасилованиях. То есть ее изнасиловали уже четыре раза. Советские солдаты, понятное дело. И тут некоторые, считающие себя умными людьми, скажут. Могло же такое быть. Ты что, не слышал о миллионе изнасилованных немок? Здесь мы тоже снова сделаем паузу и остановимся на этом самом миллионе изнасилованных немок. Впервые эта байка появилась как раз в 45-м году. И породила ее все та же немецкая пропаганда. О которой я упоминал выше. Потом эта тема еще раз появилась гораздо позже. В 2002 году. В книге английского историка Энтони Бивара. «Падение Берлина». Что интересно, Энтони Бивар был причастен и к публикации книги «Женщина в Берлине» в 2005 году. Ну а в своей книге «Падение Берлина» он описывал, как ночью в Берлине наступал час икс, когда солдаты Красной Армии выходили на охоту. Женщины прятали девочек, а из почти каждого третьего выбитого окна можно было услышать стоны несчастных немецких женщин, которые подвергались насилию. Также он описывал, как советские солдаты насиловали, по сути, девочек, которым было по 16 лет. Внимание, украинских, белорусских и русских девочек, которых они освобождали из немецких трудовых лагерей. То есть, вы понимаете, солдаты их освободили и тут же изнасиловали. Здесь самое время вспомнить цитату самого Гитлера. Относилась она немного к другому, но раз авторы любят выдергивать из контекста, так поступим и мы. Чем грандиознее ложь, тем легче ей готовы поверить. И это, на удивление, до сих пор работает. Книга «Падение Берлина» стала бестселлером в 8 странах и вошла в пятерку самых продаваемых еще в 5 странах. На что же ссылается настоящий историк Энтони Бивар? На слова неких сотрудников госпиталя, который это рассказывал. Причем нет ни документальных подтверждений, ничего. Даже до конца неизвестно, что же это за сотрудник госпиталя. За информацию, которую я дальше озвучу, я не ручаюсь, так как подтверждения этому нет. С этого я ссылался на открытые источники. Не русские источники, а в основном немецкие и американские, чтобы некоторые не передергивали. А сейчас я озвучу свой вариант. Я прочел и «Женщина в Берлине» «Мемуары Хиллерс», даже несмотря на отсутствие нормального перевода, и «Падение Берлина», ту часть, которая посвящена изнасилованиям. Исходя из этого, могу сказать вот что. Я уверен на 90%, что Бивар не ссылается ни на какие исследования, а на данные мемуары. Ведь это, по сути, их вольный пересказ с внесением своих правок и домыслов на мемуары, написанные женщиной, которая работала на нацистов и которые правил бывший штатный пропагандист нацистской Германии. И знаете, в чем проблема? Опровергнуть эти данные очень сложно. Когда люди, которые называют себя историками, ссылаются на подобные источники. Понимаете, я тоже могу называть себя историком и сказать, что немцы в период Второй Мировой поглощали пищу через задницу, сославшись на то, что я прочел это в мемуарах одного немца. И как ты это документально опровергнешь? В опровержении утверждений о миллионах изнасилованных немок речь идет по разным данным от миллиона до двух. Приводились факты того, что солдат действительно осуждали за подобные преступления. И их действительно сотни. Но раз их осуждали, значит, это не поощрялось командованием. И не носило настолько массовый характер, как утверждает Бивар. Часть фильма я опущу, так как там демонстрируют рутину немецких женщин в период войны. А там все как в советской классике. Украл, выпил, в тюрьму. Только здесь это звучало бы как проснулось, изнасиловали, спать. Проснулось, изнасиловали, спать. Романтика! Наступает День Победы. К слову о том, что Германия подписала капитуляцию, начальство с большой опаской сообщало солдатам. Знаете почему? Потому что это же праздник. А значит, изнасилования будут еще более масштабными. Я понимаю, что это снова звучит как бред или как шутка, которую я только что придумал. Но нет. Именно так это и показано в фильме. Несчастных пленных немецких офицеров заставляют объявить о капитуляции. И призвать всех, кто еще сопротивляется, сложить оружие. Внимание, внимание! 30 апреля 45-го года фюрер покончил жизнь самоубийством. И таким образом нас, которые клялись ему в верности, оставил на произвол судьбы. По соглашению с командованием Красной Армии, я требую немедленно прекратить сопротивление. Немецкие женщины воспринимают это как трагедию. И когда смотришь этот фильм, тоже воспринимаешь это как трагедию. Учитывая это все факты. Товарищи солдаты! Офицеры 8-й гвардейской армии! Сегодня утром войска берлинского гарнизона капитулировали! Берлин побежден. Естественно, после этого начинается настоящий бал сатаны. Пьяные, мерзко выглядящие, бодловатые советские солдаты устроили грязные танцы с немецкими женщинами. И тут мы приближаемся к финалу. И, конечно же, начинается самое интересное. Муж той немки, который вернулся откуда-то непонятно, не выдержал всего этого и покончил с собой. И знаете, если не учитывать все факты, а погрузиться в атмосферу фильма, то его тоже жаль. Ведь как жить человеку в стране, в которую нагрянули красные варвары? Которые насилуют твою жену, которые грабят. А люди, которые несли светлые идеи, так рано сдались. И по факту бросили всех без защиты. Вот так интересно фильм все подает. Выяснилось, что у майора, которому присосалась главная героиня, на войне погибла жена. А вернее, ее повесили немцы. И он то ли полюбил главную героиню, и она его, то ли нет. Этому авторы не уделяют внимания. Весь хронометраж был занят изнасилованиями. И вот под конец вернулся настоящий муж главной героини. Что тоже очень достоверно. Учитывая, что ее муж был солдатом. Война закончилась буквально вчера, а он уже вернулся. А если быть более точным, то война как бы еще не закончилась. По сути, в логово ужасных русских. Которые, к слову, бывших военных в этом фильме не трогали. Только изнасилование. Только хардкор. Главная героиня дает прочесть ему дневник. И он воспринимает это нормально. Ведь то же самое делали и они с советскими женщинами. И таким образом, авторы снова уравнивают немцев и советских солдат. Помните, да, что я говорил? Нацизм равно коммунизм. Ваши родственники такие же преступники, как и, к примеру, эсэсовцы. Никакой разницы. Одно и то же. И раз ты гордишься победой, ты прославляешь преступников. А вот, к примеру, армии союзников этим, конечно, не занимались. Потому что ни в этом фильме, ни в любом другом исследовании экспертов по изнасилованиям нигде не упоминаются ни американцы, ни англичане. Вернее, раньше-то упоминались. Но сейчас об этом принято молчать. И, в принципе, только русские насиловали. Ну и в конце фильма муж куда-то уходит. Майора переводят, а женщина остается одна в окружении страшных русских. Что можно сказать о фильме в целом? Это вонючая пропагандистская агитка, но неплохо сделанная, благодаря чему она работает на ура. Основной ее задачей было поставить равно между нацистами и солдатами Красной Армии. Благодаря вот таким моментам. И вот весь фильм в таком духе выстроен. Они мстят нам за наших мужей. Выдумали факты, вернее, не выдумали, а сослались на писанину идейной нацистки, которую редактировал «Идейный нацист». Подали их под правильным соусом, и теперь все обсуждение сводится к тому, но после того, что сделали они, мы могли делать все, что угодно. Как бы достоверность фактов мало кто вообще ставит под сомнение. И это только первый шаг, а вернее один из шагов. Не удивляйтесь, если в скором времени на официальном уровне во многих странах будет стоять равно между нацистами и солдатами Красной Армии. Многие скажут, но ведь не все немцы были плохими, и не все русские хорошими. Да, кто-то насиловал женщин, кто-то занимался мародерством, но это делали не все, как показано в этом фильме, где все, каждый солдат, мразь и ублюдок. Так показывать нельзя, как и немцев, нельзя показывать исключительно добрыми и миролюбивыми, потому что это подтасовка фактов. Зачем? А это новый виток, так скажем, холодной войны, который уже направлен на борьбу против России. Таким образом, просто обесценивается подвиг советских солдат. И как я уже говорил, ставится равно между нацистами и советами. Потому что советский человек, а соответственно и русский, не может фигурировать в истории, которую навязывает Запад, как освободитель или герой, а только лишь как мразь и ублюдок, который недалеко ушел от нацистов. Даю стопроцентную гарантию, что не так долго, и вы увидите сообщения вроде таких. Русские 9 мая восхваляют преступления злобных советских солдат. А советские солдаты это только и делали, что грабили и насиловали. Как можно этим гордиться? Это то же самое, что в Германии выходить со свастикой. Это неприемлемо. Ну а если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на мой канал, на группу ВКонтакте, если еще этого не сделали. И посмотреть один из предыдущих обзоров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова